Я вас приветствую, друзья, с вами Бляр. Ну что ж, долго вы ждали топ реплея по Contra 007, и вот он. И это не просто топ реплея, друзья, это полномасштабная битва 3х3, которой еще на моей канале, в принципе, не было по контре. Мы очень часто играем на обороне, мы очень часто играем 3х3 на этой карте, и действительно очень годных каток много. Но лишь самые лучшие попадают в обзоры, поэтому, друзья, Мура у нас 007 играет за подрывного генерала. В команде с ним будет играть Фидун за Китай Огонь, и третий игрок это команда Кип США Лазер против Хайраки. Подрывник Бадана играет за генерала Стелса, и третий у них в команде также Стелс Глашник будет Бразерс. Очень интересно, друзья, у нас такой, знаете, союз американско-глашно-китайский против чисто глашных генералов. Вот это очень интересно. То есть, кажется, микс, да, микс, Юса, Гла, Китай и чисто маневренные глашники в одной тиме. Кто победит, смотрите прямо сейчас. Что ж, погнали сразу в центр, активно, посмотрите, попер у нас Мура. Смотрите, какие наглые рабики забегают от Хайраки на базу к Фидуну. Фидуну, причем бежит еще хороший подрывничок. Сразу с полтраком поехал Фидун, куда ловить раба в центре? Возможно. Но сейчас-то нужно контролировать вот этого подрывничка. Стоит Дозер. Уходит Дозер. Вроде бы как. Нормально. Что у нас происходит слева? Слева пошел Дозер от Лазера на базу к Стелсу. Но тут завод уже достроится. Есть ракетчики, есть чем холпануть. И в центре разборка. В центре, посмотрите, пошел Мура. Сразу вывел свой Суплай. Ну и вроде бы как уводит он свой Суплай. Да. Подальше от этих подрывников. Наглых четверых. Куда они побежали? Сыскать свою судьбу. Неужели, неужели к этому Суплайу Фидуну? Ох как. Ох как. Ну Мура пока занимает центр. Молодец. Посмотрите, в наглую пошел и Бадана в центр. Но есть три подрывника Мура, которые встретят этот Суплай. Как так Бадана? Зачем же ты без прикрытия теряешь Суплай? Слева здесь пристроился Бразерс. Вы посмотрите. И вертушка. Да, да, да. Через Эйрфилд начал играть Киппыч. Сейчас временно Браз не добывает. Выходит первый Кват. И вроде бы как разбирается с этими вертушками. Можем выводить свой Суплай. Но еще есть Суплай, который собирает. Да, интересный очень старт. Сразу были потери. Ой-ой-ой. Выживает Суплай Федуна здесь. От этих подрывников. И вы посмотрите, какой рабочий приезжает от Хайраки. На базу к Федуну. А Федуну-то они не дали даже завод достроить. Я как-то пропустил этот момент. Вот они пошли. Вот они пошли. Пулеметные баги. Федун пока не достраивает завод. Ах, Минки. Опасно. Завод сегодняшний не достраивается. Хороший очень на Рат Хайраки. Да. Ну и напряжка со самого старта, дорогие друзья. Вроде как верхняя Тима сейчас подзанимает центр. Опять же, я говорил про микс войск. Есть воздух, который помогает земле. У Глашников нет таких хороших, да, плюсов. Но у Глашников зато маневренность. Вы смотрите, какой рабик сюда проехал. Как это опасно. Сейчас пытается, пытается лазер помочь своему союзному китайцу. Так и не дают достроить завод. Федуну до сих пор. Пока два супла собирают. Две вышки готовы, готовы. Очень ужасная нора. Что у нас? Что у нас на базе лазера? Ну, лазер уже готов. Завод, между прочим. И вы посмотрите, как в наглую пытаются действовать Бадана. Но здесь демобайки. Демобайки Бадрил. Опять минус суплай. Опять Бадана в центре суплай. Суплай, извиняюсь. Теряет суплай. Тут еще приезжают, посмотрите, вертушки помогать от Кипыча. И все. Выпад, выпад от подрывника. Минус одна вышка есть. Минус один суплай есть. Минус второй суплай есть. Завод недостроен. Или живой дозер. Опять же прилетают на помощь вертушки. Но здесь есть квады. Боже, какая игра. Какой напряг. Можно сделать минус станцию. Но вроде бы как... Да, минус должна быть. Нет, выживает электростанция. Сейчас останется, кажется, огонь без денег. Но один не справится. Тут, конечно же, квад. В центре мура все наглеет и наглеет. Не дает подходить Бадане все ближе. Здесь есть кое-какие позиции у Браза. Можно было попробовать и ухватиться. Да, Браз уже выводит в центре суплай. Боже, как все быстро. Надо за всеми контролить. Такая битва 3 на 3. Да, ищет, ищет норочку. Ту самую норочку кипочь. Но у Федуна уже после этой норки огромные остались. Просто проблемы. Просто проблемище. Он выводит дозер. Что по деньгам Федуна? 4К есть у Федуна. Так, минус. Минус злые. Злая это... Пулеметная баги. Но по дозеру. По дозеру. Ай-яй-яй, не контрит Бадана. Справляется сам дозер. По всей видимости. Да, ну и дела. В центре уже застраивается у нас подрыв. Желтый. Опять в центре ведет суплай Баданом. Да что, что такое-то, а? Опять сейчас так же потеряешь. Так, ну тут уже с Хейракей совместно ребята пытаются, да? Что-то к центру подойти. Молодцы. Нужно о центре думать обязательно. Ведь верхняя команда сейчас на одну ногу хромая. На одну ногу хромая. Потому что Фиду, ну вообще пока не живчик. Он пытается как-то отстроиться. Но стелс-то не отпустит. Стелс идет. Стелс идет давить уже. Выбивать завод. Да, у Мура больш... Ой, извиняюсь, у Мура. У Фидуна большие очень проблемы. Что ж, вся надежда на... Лазера, который в нагло добывают между стелсом. И на, конечно же, подрыва, который вроде бы как занял центр. И сейчас подрыву приходится держать этот центр. Конечно, Лазер будет немножко своим воздухом помогать. Но все же, против двух игроков. Но у Бадана не только сейчас в центре в перспективе. Бадана еще играет справа фланга. Пытается затушить здесь Фидуна. Все делает правильно. У Фидуна остался казарма. Единственный завод, что по деньгам. 2 700 есть. Если Дозер закажет суплай, уже не отстроишь. Потому что нет электростанции. То есть по-любому Фидуну нужно будет кидать денег. Что ж, остаются фактически 2 в 3 сейчас играть. Пошел в центр Лазер. Вы посмотрите. Здесь огрызается Глашник. Выводит свои войска. Не получится просто так полетать. Есть много квадов. Есть куча пулеметных баги. Есть обычные минометные баги. И, конечно, должен справляться. Пульс еще помогает своими мойтиками. Немножко здесь хайраки. То есть без проблем выбивают здесь Лазера. Красавчики ребята. Много вертушек уже в воздухе. Попер в центр. Уходит, уходит, уходит. Посмотрите, Фидуна в центр. Своим Дозером единственным. Зажимает вдвоем его базу. Остался единственный командный центр, который также будут выбивать. Боже, какая ситуация на карте творится. Вы посмотрите, как разлетался Кипыч. Выбивают все-таки бразерскую позицию. И не дают подступить к базе. Ох, какие немножко пошли фризы. Какой замес на карте. Посмотрите. Ай-яй-яй. Единственный каркас. Единственный каркас. Кидают деньги. Кидают деньги. Посмотрите. Здесь Фидуну. Фидун собирает своими сополтраками деньги. Единственный каркас спасает Фидуна. Вот так выживает у нас огонь. Бог ты мой. Спасают огня. Жить должен. Ставит каркас поближе. Ставит каркас у Муру. Вот он. Вот он. Спасение, дорогие друзья. Для огня. И можно его отменять. В принципе, потому что здесь уже отстраивается энергостанция. Денег ему кинули. Не так все. Ну, как сказать, не так все плохо. Все ужасно для огня. Потому что сейчас своих тиммейтов бросил играть вдвоем против троих. И нужно успеть за это время отстроиться. А по деньгам не все круто. Но преимущество в том, что у верхней тимы есть, в принципе, центр. И огонь может сунуться сюда, добывать денежку. И попробовать как-то развиться. Но стелс, посмотрите, какой буйный. Прям прошел по всей территории бывший Федуна. Занимает здесь уже позиции. Наверное, скоро будет занимать денежкой. Да, вот это прикол. Что у нас с левого фланга? Ну, с левого фланга не дает просто так стелс собирать ресурсы. Молодец. Приходится, конечно же, Кипычу со своего дальнего фланга тащить войска направо, помогать. Потому что здесь и так в центре борется подрыв. Еще нужно прикрывать правый фланг. Одному против двоих это сложно. И поэтому Кипу нужно закрывать тоже эту зону. И в это время выпад от Бразерса. Ловит момент стелс розовый. Ловит момент. Все правильно маякует. Фед, посмотри, чувак, на тебя напали. В то время как Кипу вел все свои войска, на него попер Бразерс, выбрал момент. И приходится Кипу вернуть назад свои войска. Ну уж прям все-все-все тащит. Я думаю, вот этой кучи, ну, весьма, наверное, хватило бы. Хотя тут, знаете, три квада. Просто так вертушками не подлетишь. И просто в нагулу начинает Браз бить по заводу. Да, вот это война. И с правого фланга подступает еще к центральной базе Мури уже Бадана за стелса. Вы посмотрите, как отстраиваться начинают ребята. Поровно делят территорию, что Бадана, что Хегераки. Да, это бешеный матч. Команник отстраивает Федон. Отстраивался этот суплай на базе Мура. Немножко говорит, давай, братан, делись. Все-таки ты в центре добываешь уже. Денежку у тебя есть. Причем два суплая работают в центре. У Мурзентия вроде бы как отогнали стелса. И сразу, посмотрите, контратака от Кипа на базу к Бразерсу. Ох, вот это проблема. Бразерс только решил отстроиться уже в третий завод. Пошел в вторичную экономику, пока все фальшивое. Что ж, буду помогать. Пошли дима-байки от Хегераки. Ой-ой-ой, минус были все квады. Нельзя, что квады на передовую выставлять. Да, как шикарно заходит лазер. Несмотря на такое положение, дерутся лазер с подрывником. Дерутся и спасают своего тиммейта. Ох, ну оккупировали. Окупировали правую часть карты. Сейчас нижняя тима. Боже, какая игра. Третья ранг у лазера. По суплай. Суплай пока выживает. Норочку его подлечить или к заводу. Отчаянно, отчаянно. Сейчас стелс пытается защититься. Помогает даже, посмотрите, справа фланга далеко. Прилетает сюда, приезжает сюда бадана. И вертушки лазера. Шикарно. Все остановят, да. И дима-байки надо останавливать. Подходит один квад. Прогонять должен. Прогонять должен, нет. Все минометки, нет, не все минометки теряет. Бадана, квад минус. Да, что делает сейчас один стелс. Посмотрите, что делает подрыв. Ставит мины на этот суплай. Подрыв имеется ввиду мура. Пошли уже бомбовозы. Третий ранг. Вот это опасности. Несмотря, несмотря на такое преимущество нижней тимы. Верхняя тима не расслабляется. Вовсю гасит. Вовсю прет. Вперед просто минус суплай бразерсу. Имеется два завода. Приезжает еще мура на добивку. Приезжает мура на поддержку лазеру. Все красиво сделано. Центр полностью под командованием верхней команды. И пошел уже тот самый Фидун добывать в центр денежку. О, да. Что ж, копит копление. Копление у Хиераки Мотика. Все правильно. Падана. Опять. Опять в нагло собрался добывать к центру. Ну, вот здесь он отдобыл все, что можно. Можно. Ну, в принципе, вот еще суплай. Хотя нет тут уже суплая. Приехал сюда. Злой подрыв. Как минус. Минометки сделали. Это было очень больно. Ну, вышки пока дают. Кой-куй. Бада не задел в экономике. Плюс он здесь добывает. Плюс он здесь добывает. То есть у стелса того права очень много денег. Да, это бешеная, друзья, игра. Как борются отчаянно за левую территорию игроки. Мура и скипом здесь против бразерса Бадана и Хиераки. На левой территории. Лазер пока всех превосходит. Помогает демобайками Мурзентий. Очень сложно. Очень сложно. Пытается брат хоть что-то спамить. Но вертушки, вертушки вообще не дают покоя. Вот он микс. Вот он микс. Вот он микс, как спасает. Да, можем вдвоем против троих драться. Супер, супер. Но еще до последнего ничего неизвестно. В наглости пытается потом добавить денежку. Ох, какие наглые пацаны приехали. Посмотрите, отменили пока... Нет, не отменили. Минки достроились. Ага. Да, бешеная просто катка. У меня уже рот пересох весь. Постоянно где-то что-то происходит. Но пока все самое главное у нас слева. Если старт игры все самое главное происходило справа. То уже, так скажем, в середине игры, 14 минут, все главное происходит. Слева фланга. Здесь посмотрите, какая хорошая норочка от Баданы. И вроде бы как бы защищают Бразерса. Защищают от лазера. Посмотрите, здесь уже Бразерс начинает у своего соседа, у своего тиммейта на базе отстраиваться. Ну, вроде бы как отбиваются. Да, вроде бы как Бадана с хорошей своей экономикой. Вытягивают свои войска. Тут можно ловить. Да, очень опасно здесь летать вертухами. Минометки плюс квады и все прекрасно, в принципе. Да, отбивают. Отбивают вроде бы как сейчас от лазера. Третий ранг лазер ставит уже стратегически. И кое-какая вторичная экономика тоже есть. Мура пока... Муры не дают достроить дворец. Неужели этого он не видит? Но Мура сейчас делает все очень правильно. Он притягивает правую территорию. Он пытается для своей команды выбить правую территорию. Возможно, чтобы опять Огонь сюда поселился. Но Огню пока и так неплохо живется. У него в центре это суплай. У него на базе Мура это суплай. То есть, ну, так как совместно все собирают, можно считать, что, ну, твердые такие два суплай точно есть. То есть, даже не два, а может быть три, да. То есть, здесь-то вместе собирают. Хотя Мура здесь уже и не собирает. Можно и все четыре считать. Да, то есть, сейчас разживется Дриверзе Огонь. И Огонь может сделать свой удар. Столько времени держались Мура и Кипыч вдвоем. Даже пропушили стелса. Но, конечно же, отбили, ребята. С трудом на отбили. Сейчас нужно сразу Бразу отстраиваться. Здесь даже начинает отстраиваться Бадана. Бадана сейчас везде изо всех старается. Так, Бразер застылся со суплай, но... Слушай, а здесь... А, нет, здесь радар. Причем радар Федуна. И посмотрите, Филд уже от Мурзентия. Тоже каким-то образом отменяется. Но Дворец все-таки достраивается. Что ж... Все, да, полноценно отбивает левую территорию. Ребята кидают денег Бразу. Браз должен их подбирать минометками. Ой-ой-ой, пошел! Все! 16-й минуты игры пошел дикий спам от Федуна. Федун, которого в начале игры просто отпинали. Которого спас единственный каркас. Как вы помните, и Дозер. Собирает, собирает, сжимает свой могучий кулак. Встает со всей своей воли и прет вперед на спамил. Разъяренный огонь, которому половину игры просто не дали играть. Которого снесли со старта. Покажет сейчас всем. Покажет. Что значит разъяренный китаец? Которому дали выжить. Зря вы дали мне выжить, говорит Федун. Зря, ребята. Потому что спам попер по полной. И именно попел спам на территорию Бразерса. Стелс и два своих рынка. Ну да, перечис на Бадану. Бадана тоже тут имеется. Войска хотят здесь и муры орудуют неплохо. Какая пачка бомбовозов на базу к Бадане? Минус будет передвижной штаб. Что дальше? Может дворец уничтожить? Нет. Думает, думает Мура. Ну, радар-то надо уничтожать, наверное, точно. Ага, по вышкам. Минус две вышки. По экономике решил минус суплай. Тоже неплохо. И заходит китайцы. И войсками хорошо работают мины. Мины. Мины, причем, были от Хераки. Так, и приходится Бразу пока теперь справляться тут в одиночку. Потому что, ну, у тиммейтов другие заботы. И приходится здесь драться против Мура. Здесь уже вертушечки с апгрейтом на лазер. Конечно же. Да, вот он проснулся. Вы посмотрите на карту, как занимает сейчас огонь. Можно сказать, по точкам. Половину просто карты по диагонали разряжает эту карту. Красиво. Федун восстал из пепла. Знаете, обычно в таких ситуациях игроки, вот справа, например, Федун, берут и сдаются. Но Федун не сдался. И Федун пригодился своей команде. Да. Просто эпик. Эпик гейм. Супер игра. Второй фил тоже ставит. Мура. Просто жестко. Жестко. Вот это я понимаю. Бой. Тот самый бой, когда сражаешься до конца. И кажется, уже не верится в победу. Ты все же идешь к ней на пути. Да, на пути к победе. Сдается Бадан. Бадан оставляет свои войска Бразерсу. Ох. Вот у Бадана не такие крепкие нервы, как у Федуна. Бадана сложил руки. Бадана сдался. Это просто было нечто. Вот что сделал Федун. Он восстал из пепла. Он прорвал. Он зарешал сейчас. Ух. Как же, конечно, кип с Мурой держались. Это сумасшедшая. Это сумасшедшая. Сдается Бразерс. И сдается Хейраки, дорогие друзья. Вот такая бешеная просто получилась игра, в которой Мура 007, Кип и Федон тащат каточку, играя за лазера подрыва и огня против стелса подрыва и стелса против Хейраки Бадана и Бразерса. Ну что ж, дорогие друзья, если вам понравилась эта Контра Скайя, просто супер битва, обязательно, конечно, ставьте лайк. Оставляйте свои мнения в комментариях. Не забывайте подписываться к группе мою ВКонтакте. Ссылка в описании. И не забывайте подписываться, конечно же, на канал. А я с вами не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok